Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор об отборочном этапе чемпионата Европы и сосредоточимся на матче Кипра и сборной Грузии. Перед этой встречей было очень много разных мнений. Многие говорили о том, что грузины сейчас сильны как никогда, мол, посмотрите, с каким счетом они разгромили Таиланд, и что вот после этого товарищеского матча они, такие, знаете, заряженные на борьбу, уверенные в своих силах, выйдут и разорвут этот Кипр. Были и альтернативные позиции, что вот, мол, этот матч может расслабить грузинскую команду, она посчитает себя невероятно крутой, что теперь нам море по колено, и это приведет к самоуверенности, к недооценке Кипра и к тому, что Грузия в итоге не сможет здесь добиться победы. В итоге получилось и то, и другое. На мой взгляд, в первом тайме грузины сыграли ужасно, и там было вот действительно ощущение, что после победы над Таиландом они как-то подрасслабились и подумали, что здесь одной левой снесут Киприотов, но во втором тайме их лидер Хвича Кварацхеля взял игру на себя, начал создавать один момент за другим, и здесь уже грузины включили тот самый режим, который был у них в матче с Таиландом. Но забивать столько же им, конечно, не удалось, потому что там что-то сумасшедшее было по забитым мячам, но, с другой стороны, нельзя не отметить, что во втором тайме здесь грузины добились логичной победы, во втором тайме на поле была только одна команда, сборная Грузии, так что коллектив Вилли Саньоле продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы. Шансов, конечно, немного, будем откровенны, в последнее время было потеряно слишком много очков, но Кварацхеля и компания делают все от себя зависящее, чтобы продолжать борьбу до последнего. Посмотрим. Ну а пока, хотелось бы вам напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, она делает просмотр футбола еще интереснее. Тем более, что сейчас у них есть специальный подгон для вас, ребят, для подписчиков моего канала. Вы можете получить фрибет, фрибет в тысячу рублей. Как? Нужно пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Пари и все, получаете тот самый фрибет, который можно потратить на их сайте, на их современном приложении. В общем, дерзайте. Отличный подгон в наши не самые простые, прям, скажем, времена. Ну а мы переходим к стартовым составам. Давайте обсудим, что здесь пытался выстроить Вилли Саньоль, главный тренер сборной Грузии. Как и ожидалось, тут был куда более, скажем так, оптимальный состав, чем то, что вышло с первых минут против национальной команды Таиланда. Там-то была смешная обойма, было много игроков, ну, откровенно резервных, а тут, ну, практически весь цвет нации вышел. Все лучшие футболисты. Мамардашвили на воротах, в центре защиты Кашия и здесь же Кверкмелия. Тот самый здоровяк, прекрасно знакомый российским болельщикам по Рубину и Локомотиву. Лачашвили и Азаров на флангах в центре. Играет такая достаточно плотная группа, на которую опирается атакующая линия, где есть Кварацхелия. Главная звезда команды Чаквитадзе. Почти от Чаквитадзе. Вспоминаем замечательную спортсменку Анну Чаквитадзе, но это немножко другой человек с другой фамилией, который отдал здесь великолепную голевую передачу на Хвичу. Ну и плюс здесь, как я уже сказал, большая группа полузащитников, которая поддерживала атакующую линию и максимально освобождала ее от оборонительных функций. То есть тот же самый Кварацхелия мог сосредоточиться на атаке, и при этом при необходимости при позиционной атаке полузащитники также поддерживали грузинскую линию впереди. Что касается национальной сборной Кипра, ну в общем-то здесь все вполне себе привычно. Команда с достаточно средним подбором исполнителей. И вообще Киприоты это та самая история, когда чемпионат крутой, а сборная так себе. И это, конечно, связано с тем, что чемпионат Кипра в основном держится на легионерах. И понимаете, когда лучший футболист Кипра в прошлом году это Александр Кокорин, но здесь всем все понятно. Значит, у Кипра все совсем печально с национальной сборной и с подбором исполнителей. Поэтому здесь игроки от Кровинга средненькие. Да, в свое время у Кипра были неплохие такие иностранцы, которые выступали в разных достаточно приличных коллективах. Но сейчас того же самого Лайфиса, ведущего центрального защитника, который достаточно успешно выступал долгое время в Бельгии. Вот его здесь нету. Нету целого ряда атакующих футболистов, которые неплохо себя могут проявить. Например, Сатерио, мощный центральный форвард, он тоже сейчас отсутствует. В общем, и раньше-то у Кипра был средненький подбор исполнителей, а сейчас, ну, откровенно слабый. Поэтому в данной истории всем была понятна раскладка сил. Грузины намного сильнее, они на своем поле, они должны рвать и метать. Но был у Киприотов человек, для которого матч был настолько особым, что он, наверное, настроил свою команду просто на битву самую настоящую. Это, конечно, Тимур Кицбая. Тренер киприотской команды, грузинский специалист, который, конечно же, здесь хотел показать себя. Не то, чтобы он хотел как-то навредить своей сборной, но, разумеется, у грузинского тренера не может не появиться желание показать себя на родине. Тем более, когда твою собственную грузинскую сборную, твою национальную команду тренирует Француз Саньоль. Хотелось показать преимущество грузинской тренерской школы, что вот у нас тут и свои специалисты есть, и мы можем, в принципе, вполне себе достойно играть. И по первому тайму было ощущение, что вот команды по-разному настроились. Вот в буквальном смысле. Киприоты прессинговали, зажимали грузинскую команду своими тисками, создавали один момент за другим. И здесь Мамардашвили приходилось героически просто в некоторых моментах спасать свою команду. Голкиперу Валенсии здесь приходилось отбиваться в некоторых ситуациях. И это в матче с Кипром. Ну, с откровенно слабым соперником. Поэтому первый тайм, который закончился 0-0, это, наверное, успех для Кипра с точки зрения качества игры, а для Грузии с точки зрения результата. Потому что тут могли и пропускать. И при этом, да, было видно, насколько Кипр заряжен на борьбу. Насколько активно он прессингует. Как он старается показать себя. Вот есть ощущение, что Китсбай, видимо, настроил парней как следует, чтобы показать себя. Ну, и там, может быть, чтобы его фигуру рассмотрели в качестве потенциальной замены для Саньоли. Ну, потому что если бы здесь, допустим, Кипр обыграл Грузию, то это уже все. Это конец. И понятно, что после этого попасть на чемпионат Европы шансов уже просто нет. И вот здесь Китсбай мог бы сказать, ну, зовите меня вместо этого француза. Я-то не хуже, как минимум. А может, даже и лучше. Посмотрите, с какими слабенькими футболистами поехал, показал себя. Так что настрой был запредельный, но это, как мне кажется, сыграло и злую шутку с Кипром, потому что слишком много сил они потратили в дебюте встречи. И на второй тайм, ну, здесь уже просто Грузия вышла в совершенно другом состоянии. И главным, конечно, мотором тут был Ховичи Кварацкели. На 46-й минуте после его активности удара удалось Китаришвили уже вторым темпом забить мяч, то есть здесь именно активность Кварацкели создала опасный момент. Ну, а на 58-й именно Ховича забил второй гол после отличной передачи от Чеквитадзе. То есть за 12 минут Ховича решил исход встречи. Вот, пожалуйста, к вопросу о роли личности в истории. Человек включился на 100% и 12 минут вот такого Ховича хватило на то, чтобы разнести сборную Кипра, обеспечить счет 2-0, после чего матч уже был в руках Грузии. Потому что Кипру пришлось идти вперед, отыгрываться, нарываться на контратаки на проблемы, и после этого грузины забили еще 2 мяча, довели счет до 4-0. И вспомните первый тайм, где вообще Кипр не то что не пропустил, он забивать мог. А здесь в итоге вторым таймом грузины добились крупной победы. То есть вот насколько все поменялось буквально за несколько минут вот этого перерыва. Ну, как видимо, все-таки Ховича завелся, потому что для него было очень важно показать себя. Он год, вот ровно год не забивал в сборной Грузии. И хотя он забил в матче с Таиландом, но всем понятно, это не то. Нужно было забить в официальной встрече. И Ховича это сделал. И Ховича фактически вытянул здесь команду в тяжелейший момент. И это то, что было нужно, учитывая то, что его критиковали. Многие спрашивали, почему Ховича играет не так здорово в сборной. Многие критиковали его уже в Италии, что он не тот, что был в прошлом сезоне и так далее. И вот на все это Ховича сейчас ответил. Сперва забитыми мячами и голевыми передачами в Италии, в матче с Удинезе и Лече за Наполе. Теперь он ответил, собственно, уже в матче за сборную Грузии. По-моему, именно так звездный футболист и должен реагировать на критику в свой адрес. Ну а Грузия, побеждая 4-0, продолжает свою отчаянную борьбу за попадание на чемпионат Европы.